здравствуйте был у нас штор сегодня он уже стихает но было очень много комментариев от всяких людей которые не берегут себя и советовали всем остальным купаться в море показывали своим примером насколько это весело и классно и мне прислали очень много видеосюжетов о том как погибают люди погибал человек сукло люди вас горы снимали его всем по моему человек пытались почти никак не получалось потому что его утаскивал волны била камня у нас тоже есть трагичный случай но самый показательный из всех из всех ребят это трагедия в крыму я вам сейчас прочитаю это live news.ru пишет их instagram было получается мне около на 20 ссылок на эту новость в разные соцсети и и я понял что надо озвучить потому что думать что шуточки хихоньки хахоньки там волнах покатались там водички нахлебали все хорошо все пройдет да не не проходит не у всех чтобы это было действительно показательно надо прочитать именно такие ситуации задумайтесь чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма в крыму а как вам такое царство небесное девочкам жалко что так вот получилось но они были физически подготовлены то есть чемпион мира вы себе представляете неважно что делал что то есть физическая форма нам с вами такая даже не снилось это сказать то есть там великолепная восхитительная физической форме и они не смогли справиться со штормом как это было девушки приехали в севастополь пару недель назад на сборы тренировались и готовились к тренировались и готовились к будущим соревнованиям вчера не выселились из гостиницы фатима жа гупала чемпионка мира по кикбоксингу решила искупаться напоследок в море с огромными волнами прыгнула в воду с перса несмотря на все предупреждающие таблички что палать там нельзя ее подруга вице-чемпионка мира элина гисмеева увидела что фатима не может выбраться на берег по бетонной плите подошла протянула ей руку и обоих смыла волной сегодня утром их тела достали на берег прям боль душе вы понимаете жизнь да только начиналась девочки готовились соревнованиям к выступлением не знаю почему решились почему такой неотдуманный поступок не мне судить я никогда этим не страдал и страдать не буду потому что не судить судим не будешь но это показательно для всех тех кто кричит с той стороны вот имея пивной животик там или еще чем-то том что то что это волны что вообще пошел и окупаться прямо еще и 100 грамм сверху ребят берегите себя берите своих близких друзей это трагедия должна показать всем насколько человек трупок и не может он справиться со стихией вот вообще никак ни у кого нет такой силы чтобы противостоять стихия стихия сломает всех и все как спички гнет металл человек никогда не будет сильнее чем металл искренне мои соболезнования родителям девочек я не знаю какие правильно должны слова звучать в этот момент я жду вас от них от вас их комментарии простите что затронул такую тему но не сказать об этом и не озвучить тем более очень много людей попросили потому что хотят чтобы вы прислушивались погуляйте вдоль берега но на берегу сядьте у нас более-менее безопасно посидеть вас камнем не должно ударить но прилетают бревна большие я показывал неоднократно вчерашних видео которые вот можете нырнуть и не вернуться даже в этот вроде бы шелестящий накат будьте аккуратны берегите себя еще раз был юрий озаровский всем пока пока и обязательно репост поделитесь этим видео сюжетом это не должны гибнуть лучшие звучит не должны понимаете это лучшие представители нашего с этого рода которые достигли каких-то вершин уже огромнейших и вот так щемит душа тоска боль но уже ничего не сделаешь остались только слова и ветер надеюсь что хотя бы один человек услышит меня хотя бы один тогда все это было нельзя